Отчёт по проведённой операции SCP – великий миф интернета. За исполнение операции была ответственна мобильная оперативная группа Omicron 3 – блюстители частот. Цель операции – провести масштабную дезинформационную кампанию в рамках уже существующего интернет-мифа и убедить сомневающихся, что SCP – это не более чем очередное выдуманное явление в сети. Агент МОК «Омикрон 3» под прикрытием внедрился в редакцию IGM 3 года назад. Там он известен под именем Павел Зуев. Настоящее имя агента… Агент успешно втёрся в доверие к главному редактору и смог заполучить роль автора сценария для ролика про SCP. Чтобы минимизировать риски раскрытия секретной информации, Советом 05 было принято решение задействовать в тексте сценария новейший мем-агент. Ранее он успешно прошёл испытания, и его эффективность была признана более чем удовлетворительной. Во всём остальном Павлу Зуеву была дана полная свобода написания текста с одним условием. Штатный диктор IGM Антон Киреев и монтажёр ролика Алексей Зайцев должны быть завербованы как внештатные сотрудники фонда, либо подвержены обработке амнезиаками. Ниже для свободного ознакомления всеми сотрудниками с уровнем допуска выше третьего предоставляется полный ролик. Если вам станет известно о том, что документ попал в руки персонала с уровнем допуска ниже третьего, то об этом требуется немедленно доложить вышестоящему руководству. Важное уточнение. Прежде чем садиться за просмотр, обязательно поставьте лайк, пробейте в колокольчик и подпишитесь на канал IGM. Фонд искренне заинтересован в росте канала. Можете начинать. У любого масштабного интернет-явления есть своя история появления. Наша начинается где-то в 2007 году, на ветке обсуждения паранормальных явлений имиджборда 4chan. Это сейчас, в 2024-м, 4chan считается очень сомнительным местом, а в нулевых и начале десяток там была настоящая кузница оригинальных идей. Однажды анонимный юзер опубликовал на сайте документ, якобы принадлежащий секретной организации по борьбе с паранормальными явлениями. Небольшая картинка со странной скульптурой и цифробуквенным обозначением SCP-173 содержала описание этого загадочного объекта и условия его содержания. Другие пользователи имиджборда оказались в восторге от небольшой пасты. Тематика секретных организаций, паранормальщина и всяких заговоров всегда была одной из главных среди анонимных пользователей интернета середины нулевых. За первую в истории фонда утечку информации об объекте ответственен ныне нейтрализованный агент Уэсли Мото-42 Уильямс. Согласно внутреннему расследованию фонда, агент Уильямс попал под влияние Алого Короля, и ему были даны указания скомпрометировать деятельность фонда. Обработка амнезиаками всех свидетелей утечки информации про SCP-173 была признана неэффективной. Поэтому, чтобы избежать последствий сценария «Сорванный маскарад», Советом 05 было принято решение рассекретить большую часть внутренней документации и постепенно выкладывать её в открытый доступ. Таким образом удалось создать успешную легенду о выдуманной интернет-вселенной. Тут же, как грибы после дождя, стали появляться другие объекты. Они повторяли сухой документальный стиль оригинала, а их авторы закладывали идею, что всё это часть единой вселенной. Постепенно количество SCP-постов на 4chan только росло, и группа самых ответственных авторов решила, что настало время расти над собой. После чего они скооперировались и запустили собственный сайт, ставший своеобразным архивом всех паранормальных существ и явлений вселенной SCP. Придумать новый объект и предложить его в библиотеку фонда мог буквально каждый пользователь. Главное выдержать правила оформления документа согласно выдуманной вселенной и написать хороший текст. Особенно сообществом ценятся нестандартные объекты, играющиеся с формулой сухого документального стиля. На данный момент в библиотеке SCP насчитывается уже свыше 7 тысяч объектов и ещё множество интересных штук, о которых я вам сегодня расскажу. На этом краткая предыстория появления фонда заканчивается. Это тот самый случай, когда масштабное явление появилось исключительно благодаря интернет-культуре и поддерживается долгие годы на голом энтузиазме и добровольных пожертвованиях. Однако на самом деле SCP, или же в расшифровке Secure Contain Protect, это не просто сборник хоррорных статей. Это настоящая живая вселенная со своими прописанными персонажами, заговорами, войнами и апокалипсисами. А ещё больше интересных деталей про фонд вы сможете узнать из статьи в нашем журнале. Там куча информации, которая не влезла в ролик. Что ж, давайте попробуем разобраться, что такое современный фонд и почему его популярность с каждым годом только растёт. Да, по факту, основой всея SCP так и остаётся база из 7 тысяч хоррорных рассказов. Это не обязательно история о страшных монстрах. Наоборот, более чем достаточно статей про паранормальные явления, которые на корню ломают привычное нам восприятие законов логики и физики. При этом каждый из объектов находится в своей обособленной вселенной. В общем, фонд стоит воспринимать как некую общность мультивселенных в каждой свои уникальные правила, действующие персонажи и ключевые события. Такой подход к написанию материалов наградил SCP её главной фишкой – абсолютная свобода самовыражения. Авторы не связаны с жёсткими рамками и никто не требует придерживаться конкретного канона. Главное, чтобы текст был хорошо написан и отвечал всем правилам публикации портала. В остальном извращайся как хочешь. Хоть напиши статью про разумную улитку, с которой подружился весь исследующий её персонал. При таком уровне свободы любая другая вселенная сломалась бы под собственным весом, но только не всемогущий фонд. Прямо как мы не планируем ломаться перед натиском эпохальных релизов и стабильно пополняем ассортимент нашего фирменного магазина IGMGG. Например, у нас есть отличнейший старорежимный сурвайвл-хоррор Alone in the Dark 2024. Да, бюджетненький, но он обязательно подарит вам много положительных эмоций. К слову о хороших хоррорах. Если вы каким-то невероятным образом пропустили серии Fia или Resident Evil, то настоятельно рекомендуем вам с ними ознакомиться как можно быстрее. Обе франшизы – настоящие глыбы среди экшёновых ужасов. Fia вовсе ни на миг не устарела и далеко за пояс убирает многие современные пугалки. Ну а для всех любителей испугаться в кооперативе вместе с друзьями предлагаем GTFO. Пожалуй, единственная игра в мире, где кооп не рушит атмосферу ужаса, а усиливает её в несколько раз. Если же вы не можете решить, во что хотите сыграть, то загляните в авторскую подборку «Выбор IGM». Там регулярно обновляется список проектов, которые наши авторы искренне рекомендуют вам попробовать. С нами можно забыть о мутных перекупах. Приобретаете ключик, активируете его в Стиме. Всё, можно играть. Если вдруг у вас какие вопросы, пишите в поддержку, она всегда готова оперативно помочь вам. Переходите по ссылке в описании и закупайтесь крутыми играми в IGM GG. Ну а мы продолжаем. Тысячи людей ежедневно трудятся над собственными параллельными реальностями, развивают огромные сюжеты, просто пишут новые объекты, и всё это часть канона. Не нравится работа конкретного автора? Мысленно вычеркни их из общего канона и наслаждайся другими статьями. Главное, чтобы тебе, как читателю или автору, было в кайф изучать фонд. Стоит отметить, что агент позволяет себе слишком фривольно излагать секретную информацию. Пусть сайт фиктивный, но широкой публике не обязательно давать руководство о том, как им следует пользоваться. Возможно, стоит устроить за агентом слежку. Концепция гигамета-параллельных миров поддерживается не только на словах. Все публикованные на сайте SCP Foundation материалы распространяются по Creative Commons Attribution. Если говорить простым языком, то рандомный разработчик, режиссёр или автор книг может взять любой объект и сделать на его основе собственное произведение. Не нужно договариваться о покупке прав, просто берёшь и юзаешь. Конечно, будет совсем круто, если ты укажешь оригинальные объекты его автора в титрах, но это на твоё усмотрение. Вот и получается, что весь контент SCP является идеальной почвой для дальнейшего развития за пределами документальной статьи на сайте. Порой попадаются настолько проработанные и просто отличные материалы, что их концепция прям-таки просит воплощения вне текста. Ну а раз у всех развязаны руки, то почему бы этим не заняться? Первой игрой во вселенной фонда считается SCP-087. Оригинальный объект написали ещё на заре существования интернет-феномена, о чём говорит его циферное обозначение. Поэтому он очень прост. Где-то в мире существует бесконечная лестница вниз, спускаясь по которой человек рано или поздно наткнётся на загадочное существо, которое моментально его убьёт. Как выглядит существо, никто не знает. Фоток и видео сделать не получилось, но оно точно есть, а исследование продолжать нужно. SCP-087 очень простая в исполнении игра. Она следует оригиналу во всём и проходится буквально за пару минут. Но эффект проект произвёл феноменальный. Пользуясь только скримером и гнетущей атмосферой тёмного заброшенного места, у неё получается создать достойный хоррор. По крайней мере для 2012 года. Пусть сейчас о ней уже мало кто помнит, но SCP-087 показало сообществу, что хорошо работающая на бумаге идея может засверкать новыми красками в совершенно другом медиуме. Однако по-настоящему значимой для всего фандома стала SCP Containment Bridge, и появилась она именно благодаря SCP-087. Разработчик Containment Bridge Юнос Риконен загорелся идеей сделать игру во вселенной фонда после того, как познакомился со злополучной лестницей. Он даже сделал небольшой ремейк SCP-087-B и после положительных отзывов решился взяться за что-то более серьёзное. Трудно описать словами, насколько важный для всего сообщества проект появился благодаря Юносу. Но не стоит торопиться обо всём по порядку. Сначала предлагаю вам запомнить одну вещь. SCP Containment Bridge — это база, фундамент, тектоническая плита, на которой основывается вся огромная популярность фандома как такового. По её сюжету, в неназванной исследовательской зоне фонда происходит нарушение условий содержания. Все объекты, в том числе смертельно опасные, оказались на свободе и устраивают резню в застенках высокотехнологичных лабораторий. Наш главный герой — везунчик из класса D под номером 93-41. Класс D — это расходный материал. Бывшие преступники, переправленные на попечение фонда из исправительных колоний и тюрем. Цель всей их жизни — умирать в бесконечных экспериментах. Как такового сюжета в игре нет, а задача игроков — выбраться живыми из подземного ада. Вся фишка игрового процесса строится на взаимодействии с монстрами из вселенной фонда. У нас здесь есть скромник, если увидеть хоть пиксель его лица, то это сразу ГГ, неуязвимые рептилии где-то шляется, чумной доктор, желающий вколоть инъекцию собственного изобретения нам в вену и... стетарик. О нем лучше не спрашивайте, ничего конкретного. Стоит его руке коснуться игрока, как его либо убьет, либо переместит в подпространственный бесконечный лабиринт и тоже убьет. Ах да, чуть не забыл про главную звезду SCP-173. Пока на нее смотришь, она не двигается, но стоит повернуться спиной и хруст шейных позвонков напомнит вам о том, что последнее сохранение вы делали слишком давно. Каждая игровая сессия в SCP Containment Breach — это долгая игра в кошки-мышки. Нужно учиться адаптироваться под каждого монстра, искать методы противодействия, а если вы внимательно изучите игру, то отчасти из них получится избавиться насовсем. Релиз даже незаконченной версии Альфы Юноса произвел эффект взорвавшейся бомбы. Сотни ютуберов побежали снимать летсплей и записывать на веб-камеру свои экстравагантные кривляния в момент особого напряжения. Даже сам PewDiePie записал серию роликов по игре с визгами и выпученными глазами. Естественно, после того, как об игре затрубили любимые блогеры, тысячи обычных работяг побежали скачивать игру, чтобы лично прикоснуться к неограненному алмазу. Небольшой пит-стоп. Сейчас мы активно ищем новых монтажеров в нашу команду. Если вы любите видеоигры так же, как и мы, умеете круто монтировать, обладаете невероятным чувством юмора и хотите стать частью корабля, то переходите по ссылке в описании, заполняйте анкету, и мы с вами свяжемся. Все, поехали дальше. SCP Containment Bridge получилась феноменальным проектом из начала десятых. Ее геймплей был уникален по сравнению с другими хоррорами, необычный набор монстров не позволял расслабиться ни на секунду, а главное — она была полна отсылок на десятки материалов с оригинального сайта SCP и благодаря отсутствию устроенного сюжета выдерживала атмосферу таинственности. Рандомный чел не понимал ровным счетом ничего, когда начинал первое прохождение. Часть смелых авантюристов отваливалась сразу, а другая шла гуглить и открывала для себя сайт фонда с тысячами статей. Там они углублялись дальше, открывали документы монстров из игры и стартовало уже не просто прохождение странной игрушки, а намеренное изучение уникальной вселенной. В ретроспективе следует отметить, что выбор младшего научного сотрудника Юноса Риконена ответственным за создание и распространение дезинформационного материала был оправдан. Особенно хорошо зарекомендовала инициатива сотрудника разработать игру на устаревшем движке Blitz 3D. Так у нас получилось сохранить форму сделанного на коленке фанатского проекта. Рекомендуем повысить Юноса до старшего научного сотрудника и выдать четвертый уровень допуска. Поток горящих энтузиазмом людей устремился в SCP. Количество регулярно выпускаемых статей увеличивалось, а сама игра зажила собственной жизнью, обрастая глобальными модификациями и порождая сторонние проекты. Сегодня с ее релиза в Альфе прошло уже больше 10 лет. Containment Bridge давно релизнулась, но ее наследие продолжает развиваться. Отдельно хочу отметить, что автор остался до конца верен изначальным постулатам вселенной SCP. Проект распространяется абсолютно бесплатно, а его исходный код лежит на гитхабе, чтобы каждый без зазрения совести мог брать и юзать его в своих проектах. Жаль, что после релиза Containment Bridge производство игр про фонд как-то забуксовало. Однако новоприобретенная популярность принесла фандому другие плоды – короткометражки. Ведь одними видеоиграми поп-культуры не ограничивается. Верно, ролик про скибиди-тоилеты? За десяток лет на просторах всеми нами любимого YouTube расплодились сотни фанатских короткометражек про фонд, начиная студенческими выпускными работами, а заканчивая профессионально снятыми картинами с отличными спецэффектами. Сейчас нас больше интересует последний, а конкретно пользователь Evan Royalty. Пять лет назад он выпустил первый фильм под названием Ghost Town. По его сюжету, одна из мобильных оперативных групп фонда сталкивается с неизвестной аномалией и вооруженными противниками, а значит, должна всех и вся утихомирить. На примере этой работы можно сразу рассмотреть всю прелесть короткометражек про SCP. Во-первых, что конкретно происходит, понятно, ровным счетом нифига. Просто мобильная опергруппа борется с проблемой и пытается ее решить. При этом диалоги всех персонажей нарочито туманно и не дают конкретных ответов, а будто помещают зрителя в середину разворачивающихся событий. Во-вторых, визуальный стиль досконально копирует жанр мокюментари. Это когда художественный фильм пытается сделать вид, что он документальный. Загадочная атмосфера, непонятная аномалия, оттенок хоррора – все это здесь присутствует в полном объеме. Прямо как в любом материале на сайте Вселенной. Всего таких короткометражек у Эвана пять, и каждая достойна вашего просмотра. От картины к картине чел растет, и последняя на данный момент вполне выглядит как полноценный фильм от небольшой студии. Главная деталь, о которой я пока умалчивал, все проекты Эвана – это его собственные идеи. То есть они напрямую никак не связаны с каким-либо из уже написанных объектов. Весь лор, постановку и правила действия аномалий мужик продумывает самостоятельно. Конечно, кое-где его работы можно связать с уже существующими штуками, но не настолько, чтобы быть уверенными на все сто. При этом каждый короткий метр отлично вписывается в условности общей вселенной и содержит всю важную атрибутику. То есть это полноценные SCP-объекты, но не в формате текста, а в виде фильма. У каждой картины миллионные просмотры, а самая свежая короткометражка «Оверлорд» собрала сумасшедшие 21 миллион зрителей, засветилась за пределами Ютуба и даже завоевала пачку наград от пары фестивалей. Оно и неудивительно. Мультивселенные фонды отлично переносятся на большие экраны благодаря своим гибким правилам. Незнакомых с феноменом людей привлекает необычное смешение из-за полудокументалистики, хоррора, боевика и триллера. Сами фильмоделы же могут творить что угодно в плане нарратива и лора. Благодаря работам Эвана еще большее количество людей за пределами интернет-сообщества узнало про SCP и вплотную ей заинтересовалось. Однако несправедливо с моей стороны будет обойти не менее качественные краткометражки, которые берут за свою основу уже существующие объекты. Например, 0.96, повествующий о безуспешных попытках фонда поймать сбежавшего скромника. Документальная съемка, немного боевика, хорошие спецэффекты и ужасающая атмосфера ситуации на месте. Еще могу посоветовать целый сериал There's No Antimimetic Division, но к его просмотру стоит подходить уже подготовленным. Сначала прочитайте на сайте пару материалов про этот самый отдел антимиметики, а то рискуете запутаться в том, что вообще происходит в сериале. За создателями сериала установлена круглосуточная слежка. Миф об отделе антимиметики не должен быть развенчан. Пусть за первый сезон они не смогли нанести существенного ущерба режиму секретности, но рекомендуется в срочном порядке отправить агента под прикрытием, чтобы тот занимался незаметной цензурой сценариев второго сезона. Как только вселенная SCP вышла за пределы 4chan и уютного одноименного сайта, ее популярность стала расти в астрономических масштабах. Про нее пишут большие издания, используют как источник вдохновения, привет-контрол и Сэм Лейк в частности. Не хватает последнего важного атрибута для любого фандома, чтобы полноценно признать его частью мейнстрима. Судебных разбирательств и попыток присвоить себе авторские права. Хотя и такой этап фонд уже переживал. Смотрите, хоть лицензия, по которой распространяется SCP и разрешает зарабатывать, допустим, на мерче, не выплачивая оригинальному автору материала ни цента, одному человеку этого оказалось мало. Некий российский предприниматель – извините, называть имени его не будем, человек очень любит кидать страйки – решил запустить линейку артбуков по вселенной фонда. Казалось бы, ради бога, производи, зарабатывай, никто не мешает. Однако человек почувствовал себя слишком особенным и решил зарегистрировать торговую марку на имя и логотип SCP Foundation, чтобы только он единственный мог рубить копеечку с русскоговорящих фанатов. Даже пригрозил официальному российскому отделению фонда подать в суд и закрыть их сайт. Махач поднялся феноменально на сторону попавших в беду фанатов стали все зарубежные представительства SCP. Один из крупнейших ютюберов Markiplier даже записал ролик и помог собрать больше сотни тысяч долларов на оплату судебного процесса. К сожалению, я не могу вам точно сказать, чем закончилась история. О судебном деле давно ничего не слышно, а сам загадочный предприниматель уже успел выпустить четыре артбука по вселенной SCP. Однако теперь, когда вы знаете, как обстоят дела, думаю, сами для себя решите, уделять внимание этим книгам или нет. В общем, ныне SCP Foundation – это децентрализованная медиафраншиза, у которой нет единого автора и которая своими корнями глубоко обосновалась в интернет-культуре. Всего-то требовалось дать полную свободу самовыражения творческим личностям. Все, о чем я вам рассказал ранее, это только верхушка айсберга. Вселенная SCP состоит из такого огромного количества рассказов и ситуативных дополнений, то если перечислять все кратко, ролик может выйти хоть 10-часовой. Сообществу SCP Foundation общими усилиями удалось прописать лор с маниакальным вниманием к деталям и все равно оставить достаточно недосказанности, чтобы его можно было развивать бесконечно. За последние годы популярность SCP только возрастает. Все, что пишут на сайте люди, распространяется по общедоступной лицензии. Каждый может взять любой объект и сделать на его основе игру или снять фильм совершенно бесплатно. Не требуется долгих и муторных переговоров с правообладателями, миллионных трат на адвокатов и прочей чепухи. Вселенная SCP целиком была создана ради того, чтобы люди в ней свободно творили, и это вызывает безграничное уважение. Даже сейчас, пока вы смотрите этот ролик, пишутся сотни статей, снимаются десятки короткометражек и разрабатываются новые игры. Например, SCP-5K – тактикульный шутер от первого лица со всеми присущими вселенной элементами. Правда, он пока находится в дремучей альфе, поэтому что-то конкретное сказать о нём тяжело. Тем не менее, если этот проект доживёт до релиза, то это будет первая за долгое время реально масштабная игра про SCP. Всемогущий фонд живёт и здравствует, а его дальнейшее влияние на интернет-культуру будет только усиливаться. Если вы ещё не знакомы с этим явлением, то искренне рекомендую. Попробуйте сами и узнаете, насколько глубока кроличья нора. Большое вам спасибо за просмотр! Если ролик понравился, не забывайте поставить лайк этому видео, тыкнуть на колокольчик и подписаться на наш YouTube-канал, Boosty и другие соцсети. ВК, Дискорд, ТикТок, Твич и, конечно же, Телеграм. А также заглядывайте в наш магазин IGMGG. Там скидки длятся круглый год. Скоро услышимся. Пока. Расшифровка записей из разговора между 05-2 и руководителем мобильно-оперативной группы Omicron-3 «Блюстители частот» по итогам операции SCP «Великий миф интернета». 05-2 Вы вообще понимаете, что написал ваш подчинённый и сколько уровней секретности было нарушено в процессе? МОК-1 05-2 Меня не интересует ваше оправдание. Комитет по этике рвёт и мечет. МОК-1 05-2 Что ж, это немного проясняет ситуацию. Подготовьтесь. В скором времени я созову внеочередное совещание Совета 05 по вопросу вашей операции. Что вы планируете делать с агентом МОК-1 05-2 Этого недостаточно. Отдаю распоряжение о срочном переводе агента в персонал класса D и разрешаю использование амнезиака класса Омега. Кто-то из руководства IGM уже видел готовый ролик? МОК-1 05-2 Отлично. Выпишите им на замену другого агента и замените воспоминания. Они ещё могут быть полезны. На этом всё. Свободны. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok